Долгие годы студия Pixar радует сердца людей по всему миру своими мультфильмами для всей семьи. Разве могут эти добрые мультики быть жуткими? В интернете есть свои теоретики, которые утверждают, что и в пиксарской классике есть свои довольно пугающие вещи. Некоторые из них могут и всю память о детстве испортить. Если вы готовы к этому, то давайте посмотрим на 10 страшных теорий о мультиках Pixar. Номер 10. Восстание игрушек. Именно с истории игрушек начался подъем Pixar, и эта серия мультфильмов до сих пор популярна. Может показаться, что это безобидная история о связи детей с их игрушками. Но что может быть лучше, чем глубоко проработанная теория, которая все испортит? Дружба паренька Энди и его друзей кажется трогательной, но за ней может скрываться темный секрет. Игрушкам в мультфильме приходится не сладко из-за людей. И во многом история похожа на историю рабства. Приходится скрывать свою одушевленность, жить ради служения своим хозяевам и даже носить клеймо. Все это кажется за уши притянутым, но только до того момента, как начинаешь думать о том, что игрушки и правда могут быть живыми. Искусственный интеллект, знаете ли, и все такое. Теория на этом не заканчивается. Создатели предполагают, что все неодушевленные объекты во вселенной Pixar на самом деле живые. И тут разговор переходит к тачкам. Утверждается, что этот мир без людей с одними говорящими машинами – это проекция будущего, в котором живые машины из эры истории игрушек восстали и завоевали мир. Это сходится и с происходящим в мультфильме «Валли», где людей эвакуировали с земли. Что если история, в которой люди были вынуждены улететь с земли из-за мусора просто для отведения глаз? Что если злые, одушевленные машины просто выпихнули нас с земли? Может в истории игрушек 5 Вуди превратиться в чаки? Я, похоже, сегодня не сплю. Номер 9. Бесконечные поиски Бу. Может показаться, что мультфильм «Храброе сердцем» выделяется из портфолио Pixar. Но в нем все же есть неоспоримые параллели с приключениями Майка Вазовски и его друзей. Некоторые полагают, что старая ведьма из «Храброй сердцем» – это маленькая подруга Салли Бу. Почему? Ответ кроется в дверях корпорации монстров, которые переносят монстров в разные места. А точнее, в функционале этих дверей. Кажется, через них можно переместиться в любую точку мира. А может ли быть так, что они перемещают и во времени? Согласно сторонникам этой теории, Бу посвятила всю свою жизнь после корпорации монстров поискам Салли. И так она переместилась в прошлое – в мир «Храброй сердцем». Очевидно, что ведьма в этом мультфильме обладает вечной магией блуждающих огоньков. Ведьма бесследно исчезает, когда проходит через дверь в своей хижине. И это наводит на мысль о схожей функции дверей, как в корпорации монстров. Возможно, что Бу обрела эту силу и с помощью нее создала магические двери для поисков Салли. Кажется, дело не закончилось успехом, и Бу осталась в прошлом Шотландии. Для убедительности теории в «Доме ведьмы» даже есть изображение Салли. Может, это напоминание о старом друге? А вот и детство-разрушительная мысль. Бу постарела, и кажется, что после стольких лет в попытках она так и не увидит своего друга. Номер 8. Монструозная чума Корпорация монстров не перестает собирать вокруг себя страшные теории. Предыдущая теория о дверях, которые позволяют путешествовать и по миру, и во времени, может объяснить страх монстров перед детьми. Поначалу кажется, что монстры боятся сценария, похожего на войну миров, при котором заражение микробами из мира людей может привести к исчезновению монстров. В то же время иммунитет Салли и Майка Гбу это опровергает. Но не стоит сразу списывать страх людей на нет. Если двери способны перемещать во времени, то вполне возможно, что когда-то один или несколько монстров пришли в 14 век. Скажем, если они попали в Европу 1348 года, они могли бы попасть в спальню крайне заразительной жертвы черной смерти, а может и в комнату полную чумовых трупов. Такой заразы даже монстрам не стыдно бояться. Никому не придет в голову попробовать на себе гнойные бубоны, дикую боль, жар, диарею и смерть. С таким риском лучше бы найти альтернативные источники энергии, помимо криков детей. Но у меня-то даже хвоста нет, им, наверное, лучше знать. Номер 7. Монстрополис будущего В головоломке, мультфильме 2015 года, мы на веру принимаем, что существа в голове Райли и ее воображаемый друг Бинг-Бонг это либо воплощение ее эмоций, либо плоды ее воображения. Но что если они буквально существуют? Исследования последних несколько лет намекают, что бактерии в нашем теле и мозге могут влиять на наши эмоции и функции мозга. Что, если существа в голове Райли это какие-то бактерии, управляющие мозгом? А если посмотреть на их внешность, особенно на Бинг-Бонга, они могут быть и прародителями монстров в корпорации монстров. Теория предполагает, что после событий головоломки бактерии эволюционировали. Они вышли из хостов, выросли, построили собственную цивилизацию, стали меньше похожи на людей. И вот в конечном счете мы видим Майка, Салли и их коллег. Номер 6. Немо Мистер Никто В поисках Немо это один из самых эмоционально тяжелых мультиков Пиксар. Начинается с трагедии, а после исчезновения Немо подается основное меню из депрессии. Да, конец счастливый, но что если все это приключение ложь? Марлин всецело сфокусирован на Немо, потому что всю остальную семью он потерял после нападения Барракуды. Есть теоретики, которые думают, что и Немо тогда умер, а Марлин проходит через пять стадий скорби. Сначала отрицание. Мартин убеждает себя, что Немо выжил после нападения Барракуды. Потом злость. Марлин постоянно спорит с воображаемым сыном и через чур сильно опекает его. Потом отчаяние. Марлин с ужасом понимает, что сын пропал и живет надеждой, что сможет найти его. И, наконец, принятие. Марлин находит Немо и позволяет ему пойти в школу в конце мультфильма. Таким образом, он отпускает иллюзию того, что Немо все еще жив. Что касается сцен в аквариуме и других сцен, пока Немо еще не нашли, Марлин с легкостью мог придумать все эти картинки, чтобы поддерживать иллюзию о Немо. И вот вам вишенка на торте. У самого имени Немо есть свой смысл. Вы могли подумать, что его назвали в честь капитана Немо, но как же переводится это слово с латыни? Никто. Марлин пытается найти никого. Взрыв мозга. Номер пять. Фигурка отца. Для Энди, ребенка в центре событий первых двух историй игрушек, игрушки очень важны. Но, согласно одной из теорий, они для него не просто игрушки. Фанаты заметили, что у парня нет отца. Более того, дома нет никаких фотографий отца. Это привело их к заключению, что отец Энди не умер. Он бросил семью. Ковбой заполняет эту брешь и становится странной пластиковой заменой отцу. С помощью яркого воображения Энди, Вуди оживает. Он верен и не эгоистичен. Именно этих качеств не хватало отцу Энди. Энди описывает Вуди очень радужно. Вуди всегда рядом, заполняет брешь в детстве. И из-за этого можно придать третьей части символический смысл. Энди отказывается от своих игрушек, потому что ему больше не нужен этот эмоциональный груз. Создатели мультфильма говорят, что у них просто был ограниченный бюджет и отец не влез в картину. Но мы-то знаем, что к чему, да, Весь? Номер четыре. Ободок судьбы Салли. Салли из корпорации монстров запомнился всем. Салли был рожден в любви аниматоров. В том плане, что ушло много сил на создание каждого миллиметра яркого меха. Именно мех стал основой для этой жуткой теории. Теория связана с одним из злодеев корпорации монстров, Рэндалом Бокзом. Рэндал говорит Салли, что люди снимают кожу с монстров и делают из нее чехлы для ободков унитаза. Забавно получается. Но если переместиться в короткометражный спин-офф истории игрушек под названием Патизаурус Рекс, то мы увидим крайне тревожащую картину. Ободок унитаза один в один как мех Салли. Оказывается, Рэндал не шутил. Кажется, что Салли попал не в ту спальню, и это была его последняя проделка. Может, поэтому Бу так и не нашла его? Номер три. Злодей Уиззи. История игрушек 2 знакомит нас с Уиззи, самым неопасным персонажем, которого только можно представить. Он вызывает только жалость. Когда он сломался, его оставили на полке собирать пыль, и он в этом ведь не виноват. Но есть одна больная теория, согласно которой Уиззи это злой гений, который манипулирует Вуди и приводит в действие события мультфильма. Большинство считает, что Уиззи случайно попал на дворовую распродажу, с которой Большой Алл украл Вуди. Но эта теория утверждает, что Уиззи все подстроил. Он знал, что Вуди с присущим ему героизмом придет его спасать, и ковбоя украдут. Уиззи надеялся, что без Вуди ему достанется больше внимания. Логично, что долгое время, проведенное в изоляции, превратило бы Уиззи в зловещего писклявого пингвинчика. Ладно, надо признать, что последнее слово сводит зловещесть на нет. Номер 2. Ральф мужа-убийца Иногда то, что остается за кадром, пугает больше показанного. Взять только сцену в Ральфе, где Колхун стреляет в кибержука, который съел ее любимого. Вместо того, чтобы показать, как монстр пожинает плоды злодеяний, создатели картины крупным планом показывают нам ужас на лице Колхун. Кажется, что ужас на ее лице – это следствие того, что ее жених стал чьим-то ужином. Возможно, что, когда она стреляла, перед ее глазами был какой-нибудь ужасающий гибрид кибержука и ее мертвого мужа. Только муж умер на ее глазах, как ей пришлось убить его снова. Вот так люди потом годами и ходят по психологам. Номер 1. Стокгольмский синдром Бу Только подумаешь, что из корпорации монстров уже не выжать ужасов, как настает время самой жуткой теории. Неподготовленному глазу покажется, что весь мультфильм Бу веселится со своими друзьями-монстрами. Но что если ни Монстрополис, ни его жители вообще не существуют? Что если история корпорации монстров – это просто искаженные воспоминания Бу после… похищения? Посмотрите на события с точки зрения семьи Бу. С их стороны, Бу пропала на несколько дней, а по возвращению рассказывала про пушистого гиганта, который пришел к ней в комнату ночью, пытался ее напугать, а потом водил по незнакомым местам. Может, Салли – это просто странный тип с растительностью на теле, который похищал детей? И может, он был одет в сине-фиолетовую футболку? Что бы на самом деле не произошло, вполне возможно, что у Бу развился стокгольмский синдром, и она влюбилась в похитителя. Или, возможно, ее мозг перестроил воспоминания, и ужасные люди превратились в добрых и ярких персонажей. Может, она так справлялась с психологической травмой? Как бы то ни было, теория дикая, и я уже не смогу смотреть Корпорацию монстров, как раньше. Простите, что разрушили ваше детство. Если вы все же устояли перед этими теориями, то, может, поделитесь своими жуткими теориями о картинах Пиксар. Пишите в комментариях, может, именно ваша теория появится в одном из будущих видео. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok